Всем привет! Вы смотрите программу Афиши Кино. Меня зовут Сергей Ведерников. Каждую неделю мы погружаемся в удивительный мир кинематографом. Сегодня в программе отправимся в путешествие с очень умным псом. Поздравим всех женщин и, конечно, немало сюрпризов. Нам приготовили 300 воинов Спарты. А также узнаем, кто стал первым на этой неделе и заработал больше всего денег. И, конечно, моя коллега Алена Решетняк поделится последними новостями шоу-бизнеса. Поехали! Первым делом, так сказать, не отходя от кассы, заглянем в турнирную таблицу. Золотом и, соответственно, первым местом может похвастаться Лего-фильм. Мультфильму удалось завоевать зрителей и заработать 136 миллионов рублей. Всего за три дня. Если ваш ребенок еще не посмотрел эту удивительную историю, то стоит поторопиться. Серебряным призером нашего кинозабега на этой неделе стал фильм «Помпей». Спустя две недели проката картина может рассчитывать только на второе место. И бронзу достается российской ленте «Легок на помине». Комедию за уикенд посмотрели 300 тысяч зрителей. В копилке команды почти 75 миллионов рублей. Неплохой старт, согласитесь. Удастся ли вырвать победу премьерным лентам? Давайте посмотрим, кто вступает в игру. Они пришли порадовать всех женщин и показать мужчинам, как правильно себя вести. Почему кинопрокатчики запустили именно эту премьеру в мартовские выходные, объяснить очень просто. Ведь в ней не один мужчина, главный герой, а целых 300. О прекрасной половине человечества это очень даже нравится. Ну а для всех остальных в кинотеатрах стартует отличный военный боевик «300 спартанцев. Рассвет империи» от режиссера Ноам Муро. Брис стал ветром. Жертвенным ветром, братья. Ветром свободы. Ветром справедливости. Ветром отмщения. Ничто не в силах остановить шествия моей армии. Я брошу на греков. Весь свой флот. Продолжаем. Следующая премьера то ли для мужской половины человечества, то ли для женской непонятно. Думаю, этот фильм будет интересен всем. Веселая легкая российская комедия с весьма необычным названием «С 8 марта. Мужчины». Главная героиня Анна Беркутова. Блондинка в броне из мини-юбки и глубокого декольте. Ее оружие – красота, ум и абсолютная уверенность в том, что она знает мужчин. Она ведет важный проект в Сколково и собирается замуж за богатого иностранца. Но в день ее рождения, 8 марта, ее четкая, как финансовый отчет, судьба меняется. Аню бросает жених, ее проект крадут из Сколково, а сама она начинает слышать мысли мужчин. Эта способность сначала доводит ее до отчаяния, а затем открывает широкие возможности. А вы бы хотели слушать мысли других людей? Задумайтесь и посмотрите следующий трейлер. Хочет или ласки, ну и там всякие хоккей, рыбалки, футболы с охотами. Вы знали, чтобы меня убить? Я пришла поговорить с вами о вашем будущем. И напоследок хочу познакомить вас с весьма выдающейся личностью. Мистер Пибоди, бизнесмен, изобретатель, ученый, нобелевский лауреат, гурман, двукратный олимпийский чемпион и гений. Который, кроме всего прочего, является собакой. Веселый фантастический семейный мультфильм приглашает отправиться в путешествие. Пибоди создал машину времени, готов показать вам самые разные исторические события. Отправляемся на перегонки с историей во всех кинотеатрах города. Боже. Приключения мистера Пибоди и Шермана. Мистер Пибоди! Держись, Шерман! Похоже, Шерман, нас тут не переваривают. Хе-хе, не понял. С премьерами разобрались. Теперь поговорим о других новостях. Моя коллега Алена Решетняк знает, что скрывали звезды. И какое продолжение ждет всеми любимые проекты. И, конечно, не упустим тему Оскара. Эх, Лео, не грусти. Будет и у тебя золотая статуэтка. Премия побила все рекорды по просмотрам. Быть может, они ждали, что Оскар уйдет в Ди Каприо? Не знаю. Подробности расскажет моя коллега. Съемочный график фильма «Мстители 2. Эра Альтрона» будет скорректирован из-за беременности исполнительницы роли черной вдовы Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщает издание Еонлайн. Эпизоды с участием актрисы будут сниматься в первую очередь. Йоханссон должна впервые появиться на площадке 5 апреля 2014 года. Неназванные источники утверждают, что первенец актрисы и ее возлюбленного французского журналиста Ромена Дориака должен появиться на свет в августе. Официальные представители актрисы в студии Marvel пока не комментируют ситуацию. Руководство канала CBS официально объявило о начале производства второго сезона сериала «Под куполом». Работы над вторым сезоном фантастической драмы стартовали 3 марта 2014 года в Северной Каролине. Стивен Кинг, автор одноименного романа и исполнительный продюсер сериала, напишет сценарий к премьерной серии, постановщиком которой назначен Джек Бендер. Премьера второго сезона состоится в понедельник 30 июня 2014 года. Первый сезон имел большой успех и привлек внимание в среднем более 15 миллионов телезрителей, став самым популярным летним шоу за последние 20 лет. Напомним, в сериале рассказывается история городка, который внезапно и по необъяснимым причинам оказался под прозрачным куполом, отделяющим его от остального мира. Телевизионную трансляцию церемонии «Оскар-2014» посмотрело рекордное число зрителей – 43 миллиона жителей Северной Америки. Это лучшее достижение для развлекательных программ с 2004 года, когда состоялся показ финальных эпизодов популярного сериала «Друзья». По сравнению с прошлым годом аудитория «Оскара» выросла на 6%, причем рост зафиксирован во всех возрастных группах, в том числе и среди детей. Напомним, лучшим фильмом года признана драма «12 лет рабства». Съемки нового «Терминатора» стартуют в апреле 2014 года, а картина будет сниматься на основе фантастического сценария. Такое заявление, согласно сведениям ресурса The Arnold Fans, делал участник проекта Арнольд Шварценеггер. «Мы будем снимать в Новом Орлеане некоторые эпизоды в Сан-Франциско, возможно, еще и в Лос-Анджелесе. Я с большим нетерпением жду съемок, так как вы знаете, что во время работы над последним фильмом я был губернатором и не мог полноценно принять в нем участие», – заявил Шварценеггер. По словам актера, съемочный процесс займет 4,5 месяца. Премьера «Терминатора», который даст старт новой трилогии, намечена на лето 2015 года. И это все киноновости. Услышимся! На этом у меня все. Увидимся через неделю. Но прежде чем попрощаться, хочу разыграть два пригласительных билета на премьеру фильма «Need for Speed. Жажда скорости». Закрытый показ и необычное представление состоится 12 марта в кинотеатре «Люксор» в 18.00. Выставка тюнингованных авто, брейк-данс коллективы выступят, а также гоу-гоу-шоу и многое-многое другое. Для того, чтобы получить билеты на сам показ, вам необходимо ответить на три вопроса. Итак, вот как они звучат. Какой известный автогонщик управлял автомобилем главного героя во время съемок фильма? Итак, это был первый вопрос. Второй вопрос. Назовите композитора картины. И третий вопрос. Назовите главного оператора картины. Ждем ваши ответы по телефону редакции 203-65-61. Звонки принимаются с 10 до 18.00. Я желаю вам удачи. Увидимся через неделю.